Веселая компания Харьков, Босс, Куколка и Нюся мельтешат под ногами. Они втроем способны перевернуть весь дом вверх дном. Но хозяйка Марина привыкла и души не чает в своих пушистых малышах. За ними наблюдать интересно. Они откликаются на имена, интересно. И бегут, развлекаются. Пакет схватил с этим пакетом на себе, понес его поволок. Ну и так они как бы друзья очень такие интересные. Они любят поспать с тобой, поесть с тобой. Первой в семье появилась куколка благородного пастельного окраса. Такие хорьки были у самой Екатерины Великой, подчеркивает Марина. Императрица первой в нашей стране рискнула одомашнить этих зверят. Она завела себе пастельного тона девочку, по-моему, или мальчику, я уже точно не помню. И она очень часто их упоминается в описании, что она, как домашнее животное, не у нее жили. Куколка подросла, ей нашли жениха. Марина вспоминает, родилось девять детенышей. Их удалось пристроить в добрые руки, оставили одного – босса. Подыскивая для растущей семьи клетку побольше, девушка поняла – хороший дом для хорьков стоит дороже самого питомца. Нашли в интернете объявление, что продается хорек, но с клеткой, с большой. Ну, вот мы и решили взять еще одного хорька, но на время как бы. Ну, что делать? Ну, осталось теперь Нюся с нами на все время, когда больше двух, их уже становится, конечно, чуть-чуть тяжелее. А так они, как домашние зверьки, лучше их не найти, честно. С Мариной по поводу лучших зверьков может поспорить еще один житель Севастополя – Александр. Он всегда тяготел ко всему необычному. Слишком необычному. Питомцами его становились то мадагаскарские тараканы, то пауки и скорпионы. Четыре года назад, как сам признается, встретил настоящего друга – австралийского ящера Бородатую Агаму. Зовут его Гильдратрикс. Друг дракон, переводится. Или просто Гильдратрикс. Смотрим вместе кино. Правда, это у него любимое занятие, потому что он просто вырится мне на грудь, вытягивает лапы вдоль тела, он просто золотого цвета становится. Я смотрел, он просто брехнет на мне. Гуляем вместе, в город выбираемся. Ну, правда, надолго не получается, начинает капризничать. Драконий характер. В зависимости от температуры воздуха и собственного настроения Агама меняет яркость окраса. Если разозлить – укусит. Но с хозяином ладит превосходно. Ест ручной дракон, морковку, бананы. Но убежденным вегетарианцем его не назвать. Обожает лакомиться насекомыми. По советам бывалых ящероводов, Александр предлагал ему дичь покрупнее – джунгарского хомячка. Реакция была неожиданной. Хомяк зарылся у него в сене. Он на него смотрел, как сосед и сосед и все. В итоге хомяк сбежал по проводам обогревателя. Я не знаю, куда он делся. Куда-то, наверное, к соседям ушел. В общем-то, содержать такого любимца нехлопотно, отмечает хозяин. Но одна проблема все-таки есть. В Севастополе ящеру трудно найти себе пару. Столь экзотические питомцы – редкость в квартирах наших сограждан. Вдруг есть у кого девочка для такого чудесного дракона. Будем рады познакомиться, да, когтистый? Еще одна поклонница редких домашних зверей Елена еще в детстве решила – станет биологом. Будет воспитывать животных. Много лет посвятила работе в Севастопольском дельфинарии и разведению собак породы борзая. Призвание быстро переросло и в главное увлечение жизни. Ее большой дом начал заполняться разными питомцами. Но самые необычные обитатели поселились здесь относительно недавно. На кухне гостей встречает семья маленьких обезьянок в остекленном вольере. А в уютной творческой мастерской ждет одна из любимец хозяйки – белая лиса Алиса. Характер средний между собакой и кошкой. Ну вот на них нельзя кричать. Они, конечно, такие эмоциональные. То есть забьется в угол, потом отомстит обязательно. Ну, бывают вот такие, конечно, в момент игры. Не чувствует силы, может так прижать, немножко цепануть. Поэтому для маленьких детей, конечно, не подходит. Подходит в частные дома, для украшения. Знакомство с Алисой было довольно забавным, вспоминает Елена. Хотя тогда испугалась не на шутку. Прогуливаясь по птичьему рынку в Москве, увидела милых лисят. Продавец позволил их погладить. Ну, когда я только попробовала протянуть руку, вот эта вот красота, естественно, ну, она была маленькая, меня цапнуло. И цапнуло так, что пошла кровь, да. Ну, я понимаю, что там кругом бешенство. И что выхода у меня нет. Пришлось покупать. Потом выяснилось, лисичка не больна. И за свое здоровье Елене можно не волноваться. Но к тому времени они с Алисой так привязались друг к другу, что расстаться уже не смогли. Еще один мохнатый друг – крошка-енот Мурик. Как в мультфильме, этот непоседа дарит окружающим улыбки, от которых станет всем светлей. Но порой и хлопот добавляет смеется Елена. В молодости раза три обрывал карниз со шторами. Подвижный, очень подвижный. Вы сейчас видите, он на месте не сидит, он постоянно где-то вертится, бегает, как маленький ребенок. Ну, в принципе, как молодые котята, они так же себя ведут. Как и лесу заводить дома енота, Елена рекомендует, только хорошо взвесив это решение. Готовы ли вы в чем-то подстроить свой быт под его нравы? Сюрпризы этот зверек гарантирует. Да и ручной станет не каждый, только выходец из хорошего питомника. Часто за таких выдают малышей, рожденных в дикой природе. Люди покупают малыша и говорят, ой, он будет домашний. Но он вырастает дикий, потому что все родственники его были дикарями. Поэтому желательно, выбирая енота, всегда смотреть, от кого вы берете. Что такое, что за? Вот этот дикий не будет. Их не зря зовут полоскунами. Обычно неугомонные еноты затихают при виде воды и плещутся в ней с удовольствием. Самое безобидное, что они могут отправить в стирку, фрукты и прочие угощения. Но норовят устроить мойку любым оставленным без присмотра вещам. Хорошо приживаются дома, играют. Но правда, когда хозяев нету дома, все равно приходится животное закрывать в вольере. Так как этими вот шаловливыми лапочками... Покажешь лапочки? Покажешь лапочки. Куда пошел? Ясно. Этими шаловливыми лапочками очень легко открываются краны, особенно современные, клапанные. Ну и делаются, естественно, большие-большие водные бассейны из квартиры. Посмотрите в глаза своих питомцев. Вы увидите там целый мир, их мир. Часть безграничной, необузданной дикой природы они приносят с собой в наши городские жилища, в нашу жизнь. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы в ответе за тех, кого приучили дружить, доверять. И неважно, кому из них вы откроете двери своего дома. Миниатюрному дракону, лисице или просто собаке, а может быть, кошке. Все они разные, смешные и странные. Непоседливые или наоборот тихие и скромные. Непослушные, своенравные, а порой даже несносные. Но они наши и принимают нас любыми. Все, что требуется от нас, просто любить их в ответ. Наталья Данилова, Дмитрий Фомин, Виталий Козловский, Севен, Форумбюро.